Всем добрый вечер. Добро пожаловать на вебинар компании СБМ. Сегодня у нас четверг и по традиции мы проводим вебинар с участием Светланы Крисковой, женщина, которая больше всех в мире знает о продукции с наполнением из микросфера, так как более 15 лет занимается этой продукцией. И вот сегодня как раз еще раз подтверждение, что продукты работают, поэтому я с большим удовольствием передаю слово Светлане, практикующему психологу, арт-керапевту, психофизиологу, замечательной женщине, у которой великолепное здоровье и которая очень охотно делится вот этой вот именно полезной для всех людей, живущих на планете, информацией, зачем нам нужны изделия из микросфера. Пожалуйста. Спасибо. У меня сегодня какое-то такое эфорическое состояние, даже не знаю, вот у меня Анастасия, я сегодня в каком-то необычном состоянии нахожусь, такого счастья, еду на машине, везу там груз отвозить и прямо прет вот это счастье состояние. Повода вообще никакого нет, а оно просто само собой вот прямо распирает меня. А может быть, потому что с вами встреча сегодня. Но факт тот, что у нас сегодня уникальный случай, меня попросили рассказать о том, как идет процедура, и вот совершенно случайно, понимаете, а случайность – это не поздная необходимость. Ко мне именно поздно вечером приходит Анастасия, мы с ней договорились, и мы задержались, и она уже спит. Я слышу, что она спит глубоко. Мне стало так это приятно, думаю, пусть спит. А потом вспоминаю, что у меня семинар, и я срочно ее бужу, говорю, 20 минут осталось. И мы, короче, срочно, по-быстренькому диагностируемся второй раз. И я говорю, если ты не спешишь, можно я продемонстрирую? Ну, и Анастасия любезно согласилась. Вот. И вот я вам должна сказать, что Анастасия пришла в очень хорошем состоянии. И при этом, когда я прошу всегда сидеть, вы помните, в ресурсном состоянии. То есть я ее попросила дышать, сидеть с прямым позвоночником, стопы стоят плотно на полу, улыбка на лице, хорошее воспоминание. Я поставила релакс-музыку с ручьем, который бежит и птички поют. Вот. И она 5 минут вот в этом состоянии сидела. Я не знала, как она себя чувствует, есть ли у нее какие-то проблемы. Я просто ее диагностировала. И она показала очень хороший результат. Вот, посмотрите. Значит, я сейчас с ним второй результат уберу и показываю вам первый результат. Вот это диаграмма бегетососудистого равновесия. Вот здесь за красной линией вы знаете возбуждение. За синей линией здесь находится торможение. Парасимпатические симпатические системы. У нее пирамида посередине, много столбиков. Цифра 94, от 10 до 100 норма. То есть все в норме. Бегетососудистая равновесие есть. Сердце то же самое. Начиная от 0,25, у нее 0,26. То есть сердце бьется прекрасно, в хорошем ритме, все великолепно. Смотрим дальше. Дальше идет результат. Вот сосуд внизу. Сосуд вот вы видите и знаете о том, что красная, черная плохо, там оранжевая, желтая. И начиная с зеленого норма. У нее зеленые только капилляры и то с голубизной морской волны. Крупные сосуды синие. Единственная цифра не дотянула до нормы 158. Но норма верхняя 145. Все равно очень хороший результат. Дальше поехали. Нейрогоморальное регулирование. Смотрим. Нейрогоморальное регулирование показывает, что у нее 81% из 100. У нее 0% клеток сильно поврежденных и не дышащих кислородом. 38% чуть-чуть с проблемами и 62 здоровы. Дальше. Энергию она отдает на 131. Единицу 131. И 118 восстанавливается. Коэффициент 1.11. То есть коэффициент нормы. Значит, энергия в сумме 249. От 150 до 600 норма. То есть очень хороший результат. Обратите внимание, что здесь даже белые клетки появились. А мы с вами говорили, что белые клетки, когда появляются, это клетки светящиеся буквально. То есть это клетки целительские. То есть целитель. Человек-целитель. Вот. Да? А, все ясно. Она тут шепотом мне говорит. Так оно и есть. Итак, теперь дальше поехали. Следующее идет. Это идет психоэмоциональное состояние. Мозг в хорошем очень состоянии 76. То есть по норме это вот здесь находится. В предпоследнем состоянии. Чуть-чуть. Вот есть местечко желто-розовое такое. Какое-то там напряжение или на бессознательном уровне какие-то тревожащие мысли. Чуть-чуть. В основном все хорошо. И посмотрите, как великолепно работает мозг. То есть спать ей вечером уже 9-10 час. 15% всего. То есть она не лежала в капсуле. Просто пришла. Работала резинка. Итак, дальше. Предсон. Вот это состояние релакса, расслабленности 10%. 42% радости, повседневной активности, энергетичности, позитива. Но вы видите, какая она у меня красавица русская. Вот. Теперь дальше поехали. Бета. Значит, это логическое полушарие. Рацио, да. Она пришла покупать. Конечно, она считает, что лучше капсулу, одеяло или что-нибудь это рассчитывает. Мозги на это работают, когда она пришла. Естественно, 26% логическое полушарие преобладает. Вот полушарие же творческое все равно есть 8%. И так дальше же что происходит. Смотрим позвоночник. Позвоночник. Значит, позвоночник, шейный отдел в идеальном состоянии. Это очень легко бывает. Это обычно те, у кого есть эмоциональная поддержка близкого человека. Ты замужем? Так, а друг есть? Любовь и хорошие отношения. Вот вы видите, что значит хорошее отношение с мужчиной. Шея лебединая в идеальном состоянии. Но единственное, все, мозг прекрасно. Значит, нет предательства, нет чувства вины. Понимаешь, и хвостик хороший. Единственное место с проблемкой – это материальные проблемы. Все-таки денег хотелось бы больше. Это так? Конечно, говорит. Итак, вот что такое диагностика. Как хорошо все видно. Итак, поехали дальше. Это иммунитет. Иммунитет. Тоже великолепно. 66. То есть она находится тоже на втором уровне иммунитета. Биологический возраст. Анастасия 41 год. По диагностике 37. То есть она лучше биологически моложе, чем ее ровесники. Теперь дальше смотрим. Это общий результат. Сосуды в каком состоянии. Общий пирог в каком состоянии. То есть больше возрастной нормы на 13%. Сосуды 68. Эндокринная система 81. 76. Психологическое состояние. 66. Иммунитет. То есть все результаты на очень высоком уровне. Теперь дальше поехали. Следующая идет у нас аура. Смотрим. Аура. Значит, аура прекрасная. Нигде нет ни одного пробоя. Все великолепно. Но по приближению ауры я вижу. Проблема на тонком уровне есть. Чуть простудилась или переутомилась. Носоглотка начинает сдавать. И желудочно-кишечный тракт. Особенно область желудка. Ну, собственно, ты мне об этом и сказала, что есть проблема. Да, рефлюкс. Да, у тебя. Вот. Вот она, посмотрите. Ее рефлюкс, насколько он показал. Какая хорошая аура. И посмотрите. Видите? Прямо стрелочка. Видите? Вот-вот пробьется. Раз. И пытается пробить оболочку. Видишь? Вот. Естественно, от этой проблемы желудочно-кишечный. Он, в общем-то, страдает. Весь. Вот. Теперь дальше поехали. Ноги. Есть какая-то проблема. Короче, икры в области. Икры и так далее. Судороги бывают? Нет. Вены. Вены тоже нет. Бывает отечность. Отечность бывает. Вот. Бывает отечность. Значит, здесь уже какая-то проблема с кровотоком, да, по-видимому. Вот есть. Там вот и стопы тоже так близенько, что, в общем, довольно близко. Такие пики есть, да. Вот. А так в основном все-все-все хорошо. Теперь дальше поехали. Следующий идет. Это чакры. Значит, 76 духовная чакра. Связь со Вселенной. Третий глаз. Ясновидение. Как все русские дамы. Они все предвидят. Ну, так вот. 82 процента. Три творческая чакра. Чакра гармонизации. Чакра речи гармоничной. Очень открыто. 81 процент. Вот. Сердце 67 процентов. Солнечное сплетение. 77 богатства. Кстати, энергетики. 44 сексуальные. 66 регенераций иммунитет. Вот. Теперь дальше поехали. Следующие. Это меридианы. Все зеленые, кроме меридиан перикарда, это головной мозг. Есть ли у тебя там розовые какие-то бессознательные мысли, какая-то тревога или накопившаяся усталость. Какой у тебя вот труд, вид труда, чем ты занимаешься интеллектуальной. Ну, вот, период у меня сегодня на этом уровне. Вот. И 54 позвоночник. То есть позвоночником тоже. Он хорошим. 54 это очень. Начиная с 60 зеленое. То есть очень хорошее. Но нужно немножечко трудиться для позвоночника, чтобы он тоже был идеален. Вот. Мудская и женская энергия тоже почти все в гармонии находятся. Красная и синая энергия. И не я. Очень хороший организм. А теперь давайте с вами посмотрим, что же произошло, когда она полежала в капсуле и даже заснула. Все было великолепно. Но я ее заставляла дышать. А дышать Анастасия у нас не умеет, как оказалось. И дыхание у нее вызвало стресс. Я сделаю следующее. Мы с вами будем вопросы-ответы поговорить. А я посажу ее третий раз диагностироваться. Я дам ей выпить водичку, постоявшую на микросферах. Я дам ей возможность спокойно сидеть, как она хочет. А микросферы имеют результат пролонгированный. То есть чем больше проходит времени после процедуры, тем лучше результаты. И мы вживую сейчас увидим. И я рада, что такой результат, что у Анастасии немножко понизился результат. И поэтому вы услышите, как я это комментирую, когда результат у человека понизился. Итак, смотрите. Это пирамида. Значит, вегетативное равновесие. Обратите внимание, пирамида осталась в коридоре нормы, но приблизилась к возбуждению. В возбуждении это связано с тем, что у нее вот с дыханием это возбуждение. Она не умеет дышать, естественно, тревожность, чуть-чуть подзадыхаться начинает. В общем, как бы это сложно человеку, который без опыта вдох делать равный выдоху. Вот. И естественно у нее, видите, сердце как начало выскакивать по сторонам. По сторонам. Вот здесь красненькая, здесь красненькая точечка, здесь красненькая точечка. В общем, короче, вот такое беспокойство появилось. Смотрим. Видите, насколько выросла тревожность, вот это беспокойство, связанное с дыханием. Вот это и показало где-то сосудистом навеси. Теперь смотрим, что же произошло с сосудами. Вот сосуды. Помните, я говорила о том, что микросферы первое, что делают, это очищают сосуды. И первое, во что они приводят в порядок, это сосуды. Почему я говорю, что если человек имеет микросферы изделия, его никогда не ждут последствия ковида, его никогда не ждет инсульт, никогда не ждет инфаркт и никакие вегетативные расстройства. Никогда. Вы можете абсолютно быть спокойны. Этого не случится с вами никогда. И вот смотрите, что же произошло. Результат общий там понизился, а сосуды, посмотрите, здесь была прекрасная картина. Но было еще 158. Здесь уже 143. То есть результат пришел в норму. Крупные сосуды, посмотрите, какие темно-синие стали. То есть, короче, сосуды начали приходить в норму, очистятся. То есть она начала сбрасывать вот эти плюсы. Кровяные тельца стали отходить от стенок, течь по руслу. И диагностика это показала в первую очередь. Теперь смотрим дальше. Нейрогоморально регулировано. Что же тут произошло? Потому что когда Анастасия, я не буду говорить, начала перечислять, что ее беспокоит, то диагностика совершенно об этом не говорила. А вот вторичное, помните, я говорила о том, что микросферы обостряют проблемы и показывают, что с нами происходит. И это будет происходить постепенно и не один месяц, и даже не один год. Если очень серьезная проблема, микросферы дадут вам отдохнуть, дадут вам адаптироваться, и потом раз, и еще за что-то возьмутся. Только вы должны быть очень внимательными и понимать, что они с вами продолжают работать. Так вот, смотрите, с нашей великолепной целителем по натуре Анастасии что произошло. Результат 60, это прекрасный результат, то есть она была, была у нас, сейчас скажу, сколько было, 81, стало 60. Это осталось в норме вот здесь, хотя была она уже вот здесь. Опустился чуть результат, но тем не менее он остался в норме прекрасно. И обратите внимание, что же появилось в клетке, появились проблемные клетки 25%, а было ноль. То есть внутри организма начались процессы перестройки того, что было, и даже того, о чем она уже забыла и не подозревает. Дальше было 38, таких вот чуть-чуть поврежденных, стало 57. Здоровым было 62, стало 18. То есть организм пошел на перестройку. И, естественно, результат нейрогуморального регулирования это сразу показал. Теперь энергия. На это, естественно, уходит энергия. Посмотрите, была 131, стало 81. Было восстановление. 118, стала энергия. Значит, сколько? 64. То есть таким образом получается, что мы... А, сейчас, секунду, закрою здесь видео. Получается, что мы видим, как энергия организма идет на восстановление. Вот, коэффициент остался в норме, а энергия даже меньше нижней нормы. 145. А было 249. Вот такой ресурс мощный пошел на перестройку ее организма. Дальше пошли психоэмоциональные состояния. Значит, 76 было. Чуть-чуть вот накопившаяся усталость от интеллектуальной работы. Что же здесь произошло? 72. Совсем немножечко было. 76 стало 72. Совсем немножко понизилось. Но участки проявились, видите, красные, оранжевые и так далее. Участки очищения сосудов головного мозга. Что же произошло здесь после? Посмотрите, сон 25%. Предсон, релакс 41%. Она же спала, я же ее разбудила, да? Я ее вытащила из сна. Осталась такая же радость 21%. И доминирующая логическая 10,3. Но явно человек был в глубоком погружении сна. Великолепно. Теперь дальше смотрим позвоночник. Что же произошло? Где же здесь проявились проблемы? Посмотрите, как интересно. Значит, материальная проблема до самого хвостика дошла, чтобы гармонизировать. И что получилось, что шейный отдел, он как бы обострился. То есть когда-то до прекрасных отношений с тем мужчиной, с которым ты находишься, в этом плане были серьезные проблемы. И они еще сидят бессознательно. Понимаешь? Они глубоко бессознательно сидят. И они как бы говорят, говорит Микосов о том, что счастье есть, а уверенности абсолютные как бы, понимаешь? В связи с опытом, который был когда-то. Нет. То есть они готовы в любой момент ожить. Вот. Отпусти. Даже не думала об этом. Микросферы помогут. Теперь дальше поехали. Это иммунитет. Иммунитет тоже немножко понизился. 66-54 остался в норме, но понизился, потому что он пошел тоже на перестройку. Теперь дальше. Возраст остался все равно моложе своего возраста, но поменьше. Здесь было 37, здесь 40. Все равно организм в очень хорошем состоянии. Теперь дальше поехали. Вот это вот результаты. Все равно картина такая же красивая, но чуть-чуть везде результаты поменьше. Чуть-чуть. И здесь тоже. Теперь следующее. Аура. Смотрим, что аура вам показала. Вот. Она показала еще, посмотрите, по-прежнему носоглотку. Она еще и показала легкие. Представляешь, ты болела ковидом? Нет? Да, ковидом. Болела. Ну вот, остались последствия. Ну, то есть в легких всегда остается после ковида последствия. Микросферы полностью удаляют эти последствия. Дают дышать всем клеткам, все оживают. Все нормально. А здесь вот у него явно есть это последствия. Ну, естественно, вот твой желудочно-кишечный. Видишь, прям все близко. Да? Вот. Вот она шея. Видишь, приблизилась. Вот. И, кстати, что удивительно, что вот эта часть – это чувство вины. Вот что нельзя вообще испытывать. Если ты за что-то, за какие-то свои поступки, это тебе мешает. Испытываешь чувство вины, то это еще хуже, чем смерть. То есть нас так любит Всевышний, что стоит просто ему сказать один раз. Я больше никогда не буду этого делать. Тема закрыта навсегда. Особенно сейчас, в это время. Мы живем здесь и сейчас, в данную секунду. И нас просто просят жить по-другому сейчас. И все. И больше ничего. Поэтому отпустить чувство вины, и тогда появится вот эта эмоциональная полная уверенность. В общем, это будет абсолютно открытый, как ребенок. Понимаешь? Всевышний все дарит по твоим желаниям. Такой красавец. Вот. Ну и ноги проявились. Вот прямо ноги проявились. Ты видишь? Вот. То есть, короче, а ноги – это обычно проблема сосудов. А у тебя была проблема сосудов, которая в первую очередь начала сразу решаться, когда ты в этих изделиях встала. Итак, следующее. Твои чакры. Посмотри, как выросло сексуальное. Вот тут не обострение, а наоборот пошло улучшение. 44, 56. Вот. По всем остальным обострения пошли. Особенно ясновидение. Вот 82, 60 – это как раз говорит о том, что у тебя необыкновенный потенциал виденной ситуации. Вплоть до ясновидящих снов и так далее, и так далее. Но ты какая-то есть неуверенность, понимаешь, в своих силах. Какие-то есть сомнения, что мешает тебе полностью открыться, стать ведущей. Понимаешь? Ведьмы по-настоящему. Вот. Мешает. И здесь это вышло. А, скорее всего, мешает вот это чувство вины и какой-то опыт в прошлом. Какой-то скептицизм в этом плане. Вот. Потом дальше. Ну и все остальное. Немного. Все все равно очень открыто, очень хорошо. Но вот с таким обострением мышления. Сейчас это показывают и дальше. Значит, смотрим, что же. Ну, все правильно, как я и говорила. Вот это голова, то, что красным стало. Вот это на уровне мышления. То есть тебе всего лишь нужно работать на уровне мышления. И обычно вот рефлюкс на желудок – это не переваривание какой-то ситуации, понимаешь? Какой-то страх, глубинный страх за свое положение, за свое будущее. Понимаешь? Вот и он дает вот это дело. И что-то пришлось в жизни тебе это пережить. И вот микросферы сразу начали с этим работать в голове. Обострилась капитально – 37-16. Видишь? Вот. Позвоночник, естественно, потому что голова связана с позвоночником. Вот. Что еще обострилась? Обострилась еще почки – 72-57. Вот. Хотя мучевый пузырь все прекрасно осталось. Все остальное великолепно. И первый тоже чуть-чуть обострилась – желчный. Вот. Микросферы полностью растворяют камни. У меня уже, я вам рассказывала об одном случае, уже два случая. Второй случай с желчным пузырем пришла женщина-целитель. Она занимается вправкой живота и многим другим. И она сказала, что у нее начались боли в желчном. И она говорит, что она взяла и, как править живот, да, она взяла и начала вправлять. И у меня, говорит, так, бух, а у меня никак, желчь не могла выйти. Она говорит, видно, камень не давал, желчи выйти как следует. А поскольку микросферы растворили, его превратили в жидкость, она просто механически нажала, и желчь вытихла. То есть она помогла себе. Вот уже второй случай, что камни в желчном точно растворяются. Только нужно попить желчегонное или сделать лад с живота. Вот. То есть, короче, вот таким вот образом. Вот вы увидели живую ситуацию, значит, диагностики. Сейчас я сделаю следующее. У вас на экране будет идти диагностика. Вы будете видеть, как работает вот это все. Я поставлю прищепки Анастасии. Дам ей сейчас попить водички, постоявшие на микросферах, что я всегда делаю. А этот раз я не сделала, ошибку тоже сделала. Сейчас я дам попить Анастасию. Так. Нет, ничего не хочешь? Я ее пусть. Спокойненько попить. Так. Она пьет спокойно водичку. И оставлю на диагностику. Она садится, закрывает глазки. Прямой позвоночник, тело расслаблено. Улыбка на лице. Вот. И спокойно диагностируется. А мы с вами пять минут будет идти диагностика. А мы с вами продолжим наш диалог. У нас сегодня вопросы и ответы. Итак, ты не включаешься, делаешь свое дело. Значит, я чуть-чуть поставлю птичек. Вот капельку птичек вот поют. Все. Нажимаю на красную кнопочку и пошла диагностика. Теперь мы можем вести диалог. Ну что, Алексей? Да, какие есть вопросы. Ну, прекрасная информация. Тем более, что завтра у нас будет обучение по использованию диагностического оборудования. Это очень полезно сейчас как бы видеть, как все происходит. Хотя уже те, кто получили, уже, скорее всего, попробовали. Вот. Поэтому задавайте вопросы все, кто сегодня присутствует на вебинаре. Какие вас вопросы интересуют именно по использованию продукции с наполнением из микроскетки. Включайте микрофоны и можно спокойно задавать вопросы. И что, вопрос? Да, Евгений поднял руку. Задавайте вопрос. Включайте микрофон. Давай, Евгений. Здравствуйте, меня слышно? Слышно, да. Да. Добрый вечер всем. У меня такой вопрос. Я живу в Германии. У меня брат живет в России, в Саиногорске. Мы недавно узнали, что у него рак четвертой степени. Метастазы пошли в печь. Насколько, насколько, может, микросферы могут быть эффективны? Очень эффективны. Вы знаете, я сейчас с полной уверенностью буду это говорить. Потому что у меня уже не один случай. То у меня был один случай, единственный. Ну, кроме меня, конечно. Который мне именно об этом. Люди вообще стесняются говорить о раке. Стесняются об этом говорить. А это четвертая стадия рака. Он кричал. У него рак оказывается легкий. Помните, я вам рассказывала о мужчине, который в капсулу стал ложиться по полтора часа в день. Не обязательно капсулу. Достаточно два матраса купить. Или матраса, идеяло купить. Он купил капсулу, подушку, шапку и маску. И сразу, не советуясь со мной, он сразу стал лежать в этом. Через два месяца пользования он пошел делать диагностику полную. Он сделал диагностику и рассказал мне о результате. Он рассказал о том, что у него в два раза уменьшилась опухоль. Она кальцинировалась. И что чувствует он себя прекрасно. Когда он мне позвонил неделю назад, он сказал следующее. Света, я по-прежнему стабильность себя чувствую. Диагностику я могу делать только раз в год. Поэтому я пойду только через год. Ну, как бы скажу тебе следующим летом или осенью о результате. Но я раньше, например, выходил, там что-то мне построить, что-то попилить, что-то сделать нужно. И я должен был лежать, потому что у меня не было сил. Сейчас, он говорит, я работаю как здоровый человек абсолютно. То есть пилю, строгаю, делаю все, что мне нужно. Ремонтирую так, как я делала это до заболевания. Это первый случай. Второй случай мне сейчас рассказала женщина, у которой рак за грудиной, опухоль, тоже в легких. Какая-то уникальная опухоль, которая не оперируется в России. Как уникальный случай, оперируется только в Израиле. Но она решила, ну, в общем, короче, она, видимо, не может себе такие вещи позволить. Она ее как-то назвала. Это вот такая неа, в общем, самая страшная форма рака. И она просто обратилась, ходит она к человеку, который углукавлением занимается. И ходит она уже, вот держат они эту ситуацию под контролем уже около двух лет. И чуть-чуть улучшения, чуть-чуть улучшения небольшие были в этом плане. И тут она покупает микросферы. И начинает пользоваться микросферами. Она приходит на очередную диагностику к ее врачу и глоукавлению. И у нее резкое улучшение результата. В два раза уменьшилась опухоль. Совершенно другие анализы крови. И так далее. И она говорит, ой, я микросферами начала. Врач в испуге говорит, ничем не пользуйся. Ради бога. Значит, только ничего не надо. Но она, естественно, боится, она своего результата ждет. Что делает клиентка? Она ничего больше не говорит врачу. Продолжает пользоваться микросферами. У нее результаты резко лучше еще по другим параметрам, которые у нее там были. Сейчас я вспомню, что-то она такое сказала, что у нее вообще что-то было такое серьезное. И ее полностью прошло. О, ты, елки, забыла. Время уже прошло. Но самое главное, что у нее просто гигантские растут положительные результаты. Гигантские растут. И она продолжает пользоваться микросферами. И что хорошо, что врач это контролирует. Ну и продолжает делать, естественно, иголки. Но она говорит, что без микросферы, это полтора года буквально по чайной ложке и то еле-еле. С микросферами это резко кальцинировалось тоже, уменьшилось в два раза. Это уже не требует операции и так далее. То есть я могу вам сказать смело, что это нужно делать обязательно. Потому что я сделала следующее. Совершенно ужасная форма рака у меня была после того, как меня удалили. И как врач сказал, что если бы хоть одну клеточку бы мне он оставил, я умерла бы через полгода. Это самая страшная форма. Перстеньевидный рак. Желудка. Вот. Я сразу в реанимации потребовала изделия. Я положила на живот, под колени, под голову. И после семи дней реанимации я съела обед и по сей день, десять лет себя великолепно чувствую. То есть, короче, микросферы не дали размножаться, не дали ничему этому расти. Поэтому в первую очередь обязательно вот эти вот, чтобы сверху и снизу, обязательно нужна универсальная повязка. В ней есть нужна. Все, у кого проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом, есть в этих изделиях. Понимаете? Прямо одевать пояс или универсальную повязку и кушать в этом изделии. И после еды в нем находиться. Чтобы нормально пища усвоилась, структурировалась и нормально вывелась. Вот. То есть, это вот стопроцентно нужно делать. Светлана, здесь нужна ваша помощь. Почему? Потому что вот как раз у Евгения, родственник, он живет на Дальнем Востоке. Мы отсюда не можем отправить продукцию. Ну, я, конечно, отправлю. Вот. Я отправлю. Все нормально. Максимально сделаю скидку ему максимальную. Вот. Огромную. Я больным раком, детям и так далее делаю очень большие скидки, чтобы они могли выкарабкаться из этого. Евгений? Он сейчас проходит как раз химиотерапию. Вот. Ему очень нужна капсула. Подушка, капсула. Шапка. Да. Я ему сделаю 30-ти процентную скидку. Так что он сможет это купить. И это на всю жизнь и всей семье. Потому что и семья тоже в стрессе. Я хотел бы сказать, чтобы не он купил, а, например, мы здесь окупили, а вы просто ему отправили. Ну, ради бога, это золотой короной вы можете выслать мне деньги. Без проблем. А я, да, а я пользуюсь ей. А как мне с вами связаться? Телефон мой, вам скажет Алексей, мой телефон. Евгений, вы мой телефон знаете? Нет. Запишите. Плюс 49. Подождите. А вы Эдуарда знаете, Браун? Конечно. Вы ему скиньте на телефон. Хорошо. Я ему сброшу тогда на его WhatsApp свой номер телефона. Да, да, это мой дядя, поэтому я с ним свяжусь. Хорошо, вы мне тогда не впишите. Да, вы мне позвоните, сформируйте заказ. Значит, все, адрес мне скажете, кому выслать. И я все сделаю. И скажу, как выслать деньги. Спасибо большое. Пожалуйста. Какие еще вопросы есть? А я хочу поделиться своим опытом, если можно. Да, пожалуйста. Вот на днях я делала свой тест на другом аппарате. У меня другой аппарат есть. Но тоже. И знаете, что показали? Я еще не видела своего теста в таком состоянии. У меня все было, ну, полные такие столбики, но полстолбиков зеленых, а пол желтых. И желудок, вот эта система моя, вся зеленая. Ага, абсолютно. У меня такого еще не было никогда. Никогда. Это из-за того, что пользуешься изделиями, да, Никита? Я подумала, да. Я подумала, что у меня вот микросфера, это на меня очень хорошо действует. Очень хорошо, это точно. Великолепно. Да, да, да. Это очень хороший результат. Особенно вот желудочно-кишечный тракт. Я поняла, да? Великолепное состояние. Отлично. Вот теперь еще по возможности, если есть возможность, вы все-таки возьмите, когда едите, например, хотите вообще в идеал. Потому что если вы будете одевать универсальную повязку или что-то на живот, то пища будет идеально структурироваться, идеально усваиваться, понимаете? То есть, короче, микросферы не дадут негативное дело действия, даже если бы неправильно сочетающиеся с елей. Или там соленого переели, или жареное вдруг съели. Неважно. Микросферы совершенно потрясающим образом дадут возможность этому усвоиться. Усвоиться и вывести. Ну, в общем, короче, отличный результат. Я рада за вас. Спасибо. Петлана, я же смотрю, у Анастасии прошел тест, да? Да, прошел. Совершенно верно. Теперь расскажите, что случилось. Да, сейчас посмотрим, что же у Анастасии произошло про Лангера, пожалуйста. Значит так. Идет по-прежнему обострение или все-таки улучшение результата? Смотрим. А, как интересно. У нее обострение продолжается. Вы тоже должны это знать обязательно. Обратите внимание, это вот последний результат, да? А тут результат вот новый, когда она смотрит. Смотрите, как столбиков уменьшилось. То есть у нее еще идет процесс перестройки организма. Правда, возбуждение уменьшилось. Вот. Но сосуды все зеленые, да? Это хороший результат, но синий цвет исчез. Теперь дальше поехали. Смотрите, как происходит с организмом. Он сбрасывает вот эти плюс заряженные кровяные тельца. И иногда там бывают сгустки. Эти сгустки идут по руслу. И диагностика считывает, как засорение небольшое. Потому что, идя по руслу, они постепенно распадаются, распадаются, и кровь становится нормальной. Теперь смотрим, что же нейрогуморальное. Посмотрите, как лучше стало, да? Все сине-голубое стало. То есть клеток уже сильно измененных было 25, стало 1%. Чуть-чуть измененных было 57%, стало 17%. А здоровых клеток стало 82%. Теперь дальше. Энергия. Посмотрите, энергия стала расти. То есть ушла на перемены 81-138. 88 восстановлений. Энергия 145 была, даже до нормы не выходила. Сейчас опять 226. То есть возвращается фактически в прежний результат. Было 249. Возвращается 226. Теперь дальше поехали. Психо-эмоционально. Интересно. О, какая прелесть. Посмотрите. Было, когда пришла чуть-чуть розовенькая. Потом красная, да, появились участки. И организм задышал. Клетки задышали. Что-то я там какие-то слова сказала поддерживающие. У нее в уме произошли какие-то щелкивалы из инсайты. И мозг весь стал зеленый. Вы видите, какой красивый мозг стал? Ровненький, зеленый. Цифра 68. А теперь посмотрите, что произошло после короткой беседы инсайта внутри 62% радости. То есть она сообразила, в чем дело. Вот просто поняла, в чем дело. И теперь она уже жить и мыслить будет по-другому. Это сплошная радость, доверие, вибрации с вибрациями Земли, с вибрациями Шумана. То есть, короче, то, что нужно сейчас делать в наше время. Великолепный результат. Дальше позвоночник. Сейчас смотрим. Ну вот. Желтое из шеи ушло. Стало все зелененькое, да? Осталось побороться с чувством видны. Видишь? Оно желтенькое. Но это посложнее, конечно. Нужно полностью простить себе прошлое. Полностью. Вот. И материальная проблема она вывезла. Ну, конечно, она так просто не решится. Ее нужно все-таки решить. Но больше доверия в этом плане. Теперь дальше. Иммунитет вырос. 54-63. Так. Теперь дальше. Вот они, эти результаты. То есть, видите, эндокринка выросла, психоэмоциональная выросла. Значит, это как вот. Все выросло, кроме сосуды. Почему? Еще раз объясняю тем, кто будет диагностировать. Отваливаются частицы кровяные. Они часто отваливаются в виде сгустков. Эти сгустки идут по руслу. Эти сгустки по ходу, как они идут, они разваливаются. И, естественно, состав крови другой. И считывается, как будто кровь стала погуще. Вот. И это нормальный результат. Зато все остальные показатели показали колоссальное улучшение. Теперь следующее. Идем. Аура. Посмотрите, как выросла аура. Видите? Пролонгированный результат. Сначала энергия ушла на обострение. Поэтому я вас прошу, те, кто диагностирует, никогда не диагностируйте сразу. А я спешила, сразу диагностировала. Я делаю в обычной ситуации всегда так. Я прошу человека сесть. Я даю такую мандалу, на которую он смотрит. Или просто прошу прогуляться 15 минут, где-то пройтись, погулять. Или сажаю. Он мандалу у меня смотрит, дышит и просто смотрит на мандалу. Гармонизирующую такое. Вот. И не менее 15-20 минут. За это время организм справляется с обострением и показывает результаты. Вот, посмотрите, какой результат ауры. То есть, короче, она вся засветилась. Посмотрите, как улучшились ноги. Да? Как улучшилось здесь тоже. Посмотрите, пика уже дальше. Если там она была ближе, здесь уже дальше. Вот. Позвоночник. Голова, как корона, засветилась. Великолепно. Теперь смотрим наши, как бы, эти, как их, чакры. Значит, чакра. Уже третий глаз вырос в 66. Значит, правильное мышление пошло. Горловая чакра очень сильно выросла. Творческий такой процесс пошел. Умственный. Вот сосуды, вот 50, они как раз обострение. Желудочно-кишечный лучше. Значит, сексуальное тоже пошло вниз, потому что связано с кроветворением. То есть, с кровью. И иммунитет, регенерация 63. Вырос в посадлении с предыдущим результатом. И дальше смотрим на наши меридианы. Меридиан, который был 55, стал 60. Начиная с 61, он будет зеленым. Значит, здесь все выровнялось, все выросло. Видишь, по всем цифрам, да? По всем цифрам. И голова с 16 уже до 22. И позвоночник с 40 до 45. Вот результат. Результат уже небольшой беседы. И пролонгированный результат микросмерт. Ну вот, вы видели просто живой результат того, что происходит, когда я диагностирую людей. Я подхожу гибко. Вот в данный момент стараюсь сразу не диагностировать, потому что в основном сразу всегда обострение. Поэтому я обязательно тяну время 15-20 минут. И чем дольше, тем лучше. Вот. В хорошем состоянии человек должен посидеть, подождать или погулять, вернуться. И тогда я уже диагностирую повторно. Ну вот и все. Теперь ваши вопросы. Включайте микрофоны и задавайте вопросы. Всем все понятно. И это хорошо. Можно вопрос? Да. Вопросик можно. Светлана, скажите, пожалуйста, микросферы, есть разница на голое тело, на какую-нибудь, на пулловер или на тонкую футболочку, они действуют одинаково? Разницы нет, потому что свет наш, естественно, проходит через все. Но единственное, вот я просто подумала, что все-таки если человек в тоненьком чем-то одеты или там раздеты, совсем микросферы дотрагиваются, ведь там же излучение попадает в шарик, отражается на внутренней стенке, возвращается назад таким же, каким вошло. Поэтому, ну, если он на расстоянии, шарик находится, неважно, свет туда вошел, отразился на внутренней стенке, вышел, но когда непосредственно к телу, то он не проходит вот это расстояние, да, ну, то есть от шарика до тела, то есть оно укорачивается, вот. И поэтому я думаю, что все-таки, когда тонкое белье или голое тело, эффект, я думаю, все-таки более сильный, мне так кажется. Но хотя люди рассказывают о том, что приходят ко мне, я узнаю, что они уже давно пользуются, и представляете, они не спят головой, а просто подушка лежит у них в кровати рядом, и у них потрясающие результаты, несмотря на то, что она просто лежит. Ну, вот они не любят, что она твердая, и она просто лежит в кровати, они то туда переместят, то туда переместят, и у них очень хорошие результаты. Значит, и на расстоянии она действует. Окей, благодарю. Какие еще вопросы есть? Добрый вечер. Я хотела спросить по поводу матраса. Вот смотрите, как-то была встреча, и Светлана, ваша коллега, или кто-то рассказывали, рассказывала про мужа, что он был в реанимации, принесли матрас, и у него улучшение пошло. У меня такой вопрос приводит. Дело в том, что, когда спишь на матрасе, это, естественно, он очень-очень твердый. И мне приходится каждый день его встряхивать, высушивать и так далее. Да. А вот если человек лежит дольше, каким образом нужно его выстряхивать или встряхивать постоянно? Если вы имеете в виду лежачий больной, да? Что-то вроде, да, или какое-то время, день, два, три, что-то его можно вообще... Нет, ничего страшного. Вы знаете, он как-то перестраивается. У вас в организме перестраивается все. И он тоже. Там, где был очень твердый, перестаем быть таким очень твердым. Достаточно под собой просто рукой, кулачком размять эту часть, которая очень твердая. И все, этого вполне достаточно. И все нормально. То есть я вот когда ковидом болела, вот как раз вот в таком состоянии был матрас. Он мне упирался во все бока. Вот. И я устала и сменила на пластовый тогда. Но факт тот, что вот просто разминаешь под собой и все. Ну или когда встал, в трубочку свернул, чуть-чуть покатал и опять развернул. Этого достаточно. Вот. Есть люди, которые вот с пролежнями. Они лежат подолгу. Вот. И у них пролежни проходят. Несмотря на то, что поднимем матрас, каждый день даже не убирают. Все равно пролежни проходят. Потому что создается стерильное пространство. И в нем не живут те как бы бактерии. Не знаю, что это делает. Раны, нагноения. Они не образовываются. И тогда еще вопрос. Вот у меня два матраса. Я, конечно, делаю капсулу. Поначалу, когда я купила, я делала чаще. И даже чувствовала, что какое-то фило, что ли, появилось. А вот в последнее время я реже делаю. И после капсулы у меня, ну да, у меня еще, я еще, может, болела в это время. Такое обострение идет. В принципе, это нормально. Это нормально. Да, да, да. Тем более, что если вы болели, то они должны убрать последствия того, что вы болели. Сейчас какие-то странные заболевания все пошли. Такого никогда не было. Это заболевания, которые бьют по слабым местам. Вот. И большинство людей сейчас умирает. Почему очень много людей умирает? Потому что микросфер не имеют. А эти заболевания бьют по слабым, уже больным местам. И доводят их как бы до логического конца. То есть до смерти. Через эти слабые места. А вот в микросфере не дают этому произойти. То есть человек болеет этим заболеванием. Но микросферы не дают добить. Они делают все, чтобы это место восстановилось. Вот. Поэтому спокойно, главное, пользуйтесь. И все будет хорошо. Никогда не пользует ничего. Мощно пользуйтесь. Очень хорошо. И действительно, вот я аппендицит я бы не советовала. Потому что боль снимается. А аппендициты иногда бывают гнойные. И он может лопнуть. Понимаете? Вот аппендицит лучше пойти посмотреть, в каком он состоянии находится. Вот. С аппендицитом я бы не советовала. Хорошо, спасибо. Ну что ж. Всем большое спасибо за участие. Светлана, вам огромное спасибо. Вот за сегодня такой тройной аж пример. Когда только пришла ваша партнер. Сразу, да. И через какой-то первый. Первая диагностика, вторая, третья диагностика. То есть очень так визуально все понятно. Поэтому всем рекомендую, кто хотел бы в домашних условиях сам пользоваться, приобрести диагностику, потому что в понедельник, во вторник, она уже будет у нас тоже находиться в интернет-магазине. Можно пользоваться для себя. Плюс, используя диагностику, можно создать целый для себя бизнес. Те, кто хотят работать независимыми. Все неверно. Да, кто работает с людьми, это прекрасный инструмент. При любой другой методике, чем бы вы не пользовались, восстанавливая людей. Ну, продукты, которые находятся у нас в интернет-магазине, это все продукты, связанные с восстановлением здоровья у людей. Да. То есть помните, что вы делаете очень благое дело. Да. Это правда. А специальное образование нужно или нет? Нет, нет, нет. Никакого специального. Они не требуют продажи в аптеках и совершенно не требуют специального сопровождения медика. Вот. Просто это может быть любой человек, который просто любит людей и хочет им помогать. Который прошел обучение. Потому что, да, первая категория. Нет никакой опасности, что вы нанесете в дет. Никакой. Но обучение нужно пройти, конечно, потому что объяснять, хотя бы знать, как. Нюансы эти. Изделие, вернее, диагностика работает на 13 языках. Включая литовский. Ух ты, как здорово. Есть программы на литовском языке. Здорово. Ну, а все остальные европейские языки, я думаю, все знают. Английский, немецкий, французский, польский, голландский. Это все языки эти есть. Чешский есть язык. Ну, литовский язык есть. Ну, что ж, еще раз всем большое спасибо за участие. Светлана, вам просто огромнейшее-огромнейшее спасибо. А вам возможность рассказывать об этом. Спасибо. Поэтому с большим удовольствием всегда проводим с вашим участием вебинары. Вы нам очень помогаете именно поверить людям в то, что микросфера – это действительно тот продукт, которым действительно нужно пользоваться. Да, это правда. Светлана, еще раз большое спасибо. Всем участникам большое спасибо за то, что приняли сегодня участие в вебинаре. И до встречи в следующий четверг. Светлана, все все любят. До встречи. До встречи. Отлично. Всем хорошего вечера и до следующего четверга. До следующего четверга. До свидания. До свидания.